Хайрл и Тан, друзья! Вы смотрите телеканал Балем Жанем Адзиниет. Это утро с вами встречают Анар Рзаева и Азамат Ашимов. На календаре понедельник, 13 апреля. В ближайшие 30 минут мы узнаем о необычном достижении удостоившемся книге рекордов Гиннесса. Побываем на городском конкурсе профессий. Ознакомимся с программой телеканала Балем Жанем Адзиниет. А также зададим несколько вопросов нашей утренней гости, талантливой певице Гуйхан Сергибаевой. Впереди все самое интересное. Анара, ведь 13 апреля это непростая дата. Дата, которая буквально насыщена всевозможными праздниками и разными культурными мероприятиями. Абсолютно с тобой согласна. К примеру, жители Индии сегодня отмечают начало солнечного Нового года. Традиционно они спускаются к берегам реки Ганг, чтобы ополоснуться. Ликует сегодня также население Таиланда, ведь у них сегодня Цонг-Кран. Это, знаешь, как тайский Новый год. Мне кажется, тебе бы вот этот праздник понравился. Почему? Ну, потому что они выходят на улицы, прихватив с собой ведра воды, поливают всех и красят всех друг друга тальком. Ну, действительно, все это сопровождается смехом и веселем. Я согласна с тобой, что это очень яркое мероприятие. Однако я знаю, как еще можно привнести красок в наши будни. Как же? Посетить выставку талантливого художника Малика Кайдарова. Смотрим сюжет. Художник Малик Кайдаров – выпускник Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. В творческой биографии живописца свыше 40 выставок в Казахстане и Европе. Произведения автора находятся в частных коллекциях Казахстана, Швейцарии, России, Бельгии и Дании. Новая выставка под названием «Эхо» стала ярким событием, представив уже хорошо известные и совершенно новые работы мастера кисти. Это из глубины души история предков, история народа, мой народ, как они дышат, как они нам оставили ценную историю. Космическое представление наших предков. Вот это хотел передать. Ну, еще там картина, вот это, вот это, половина работы, конечно, мои детства, которые, носталгия прошлой жизни. Центральное место в экспозиции занимает произведение художника Коркат-Ата, где мастер посредством изобразительного языка словно передает звучание кюев и легенд. Отталкиваясь от национальных традиций и культуры, художник в своих полотнах создает яркий мир образов и символов. У Малика есть склонность к литературному сюжету. Вообще он сам пишет стихи и прозу тоже, потому что жена у него поэтесса. И вот в этих работах я вот отметил, впервые я увидел такую большую ретроспекцию, именно основа литературный сюжет. Он уже как бы не просто пишет, рассказывает. То есть живописная база у него есть хорошая, и в него именно литературный сюжет наиболее ярче выражается. Мастер-кисти Малик Кайдаров воспитал немало талантливых учеников, делясь многолетним опытом. Он – великолепный наставник, умеющий распознать внутренний мир молодых авторов, раскрыть и совершенствовать их природное дарование. Прирожденный педагог помог многим из них добиться высокого профессионального уровня. А теперь давайте перечислим имена тех деятелей науки и культуры, кто появился на свет 13 апреля. В 1771 году родился английский изобретатель Ричард Тревитик. В возрасте 30 лет построил первый в истории паровоз, запоминающимся названием «Пафинг Девил». Спустя 6 лет создал паровоз более совершенной конструкции, развивавшей скорость до 30 км в час. Демонстрировал ее в подместе Лондона. В целях пропаганды своего изобретения Тревитик также построил кольцевую дорогу в парке, где соревновался в скорости с лошадьми и перевозил людей ради развлечения. В 1808 году родился итальянский ученый Антонио Миуччи, который является подлинным изобретателем телефона. Именно он в 1860 году пришел к выводу о возможности превращения звуковой вибрации в электрические импульсы, что позволяет передавать голос на дистанцию с помощью проводов. А телефонный аппарат запатентовал на 5 лет раньше Александра Белла. Как отмечают историки науки, до недавнего времени имя этого человека было известно немногим. Однако Миуччи умел создавать удивительные для своего времени чудеса техники. В 1946 году родился американский исполнитель в стиле ритм и блюз Эл Грин. Стоит отметить, что ранее творчество Грина оказало влияние на всех деятелей в стиле айрон-би. От Марвина Гэя и Принца до Энни Ленокса и Джастина Тимберлейка. В промежутке между 1981 и 1989 годами Эл Грин выиграл 8 статуэток престижной американской музыкальной премии Грэмми. А в 1995 году его имя было занесено в зал славы рок-н-ролла. Азамат, сегодня ты актер кино, телеведущий. А кем мечтал стать в детстве? Анара, в детстве я мечтал стать летчиком. Не знаю почему, но меня всегда вот... Манили небесные просторы. Небесные просторы, да. Я думал всегда, вот вырасту и обязательно стану летчиком. И буду летать и на всех смотреть с высоты птичьего полета. А, все, извините. Не, на самом деле это очень красивая, мне кажется, интересная мечта. Вот нынешние поколения подрастающей молодежи все больше пытаются занять себя, не знаю, в сфере финансов и юриспруденции. Ну, Анар, их в принципе, я считаю, что можно понять, потому что согласно последним рейтингам, вот эти вот профессии, они сейчас самые востребованные. Что ты говоришь, какие еще специальности попали в рейтинг? Бизнес-консультанты, работники в сфере маркетинга и рекламы, а также деятели искусств. О, как интересно. В продолжение темы, дорогие друзья, смотрим сюжет. Лучшего повара, сварщика, парикмахера выбирали в Алматы на конкурсе профессионального мастерства «Лучшие по профессии». В нем приняли участие 70 студентов в колледже в возрасте от 18 до 21 года. Отборочный конкурс проводился в рамках международной олимпиады по профессиям WorldSkills Computation, целью которой является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. Конкурс проводился по семи специальностям. Это токарное дело, сварочное дело, сантехника, штукатурные работы, парикмахерское дело, ресторанное дело и управление IT-системами. Знания участников оценивала компетентная жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты предприятий города. Я полагаю, что оценивая ребят, они также смогли выбрать для себя будущих сотрудников. Конкурс состоял из трех этапов. В традиционной визитке участники представляли себя, учебное заведение и свою будущую профессию. На втором этапе они демонстрировали теоретические знания по спецтехнологии. Ну и, пожалуй, самый важный и самый интересный этап – профессиональное мастерство, где студенты доказывали свои практические навыки. Айсула Уралбаева стала лучшей в парикмахерском деле. Она теперь не сомневается в правильном выборе профессии. Я очень рада этой победе. Мне интересно воплощать в жизнь задумки, касающиеся причесок, образов, стрижек. Нравится нести людям красоту. Это мое предназначение. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. В будущем мечтаю открыть свой салон красоты. Все обладатели первых мест поборются за звание лучшего теперь в национальном чемпионате, по итогам которого сборная Казахстана поедет защищать честь страны на международном уровне в город Сан-Пауло в августе этого года. Анара, я считаю, что нам нужно больше музицировать. Как ты серьезно это сказал? Да я догадаюсь, это связано с последним исследованием финских ученых. Да, совершенно верно. Они пришли к выводу, что профессиональные музыканты отличаются активностью некоторых генов. В частности, генов, отвечающих за функции памяти, обучения и моторные функции. То есть слушать музыку, играть на инструментах, это не только приятно, но и полезно. Более того, Азаман, скажу, что такая деятельность активирует биологические процессы, которые крайне важны для полноценного функционирования нейронов, выживания и нейропротекции. Время дайджеста зарубежных событий. Небоскреб Лахта-центр еще не успел толком возвеситься над землей, но уже попал в книгу рекордов Гиннеса. Точнее, успех принадлежит фундаменту здания. Для заливки нижней плиты потребовалось почти 20 тысяч кубометров бетона и 49 часов непрерывной работы. За это время машины-миксеры совершили более 2,5 тысяч рейсов к стройплощадке. Представители комитета книги Гиннеса изучили фотографии и документацию процесса заливки, после чего прибыли в Санкт-Петербург, чтобы подтвердить рекорд. Теперь я получила возможность увидеть конструкцию своими глазами, и это потрясающе. Все действительно соответствует нашим стандартам и правилам. Лахта-центр – небоскреб, расположенный на окраине Санкт-Петербурга. Это здание – приемник печально известного Охта-центра. Против строительства делового квартала в историческом районе города выступали и местные активисты, и представители комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Сооружение небоскреба на берегу Невы грозило навсегда изменить уникальную панораму северной столицы. Перенос строительства в пригород устроил все заинтересованные стороны. Токио известен своим безумным ритмом жизни, но в это время года тысячи людей бросили дела, чтобы насладиться прекрасными видами города и ароматом. Цветение сакуры достигло апогея. Процесс наблюдения за вишневыми деревьями – непраздное времяпровождение. Это национальная традиция ханами, которой почти две тысячи лет. Цветки сакуры облетают примерно за десять дней. Многие туристы приезжают в столицу на это короткое время, чтобы увидеть чудо своими глазами. Когда мы пришли в парк в первый раз, цветы еще не полностью распустились. Вчера днем мы снова были здесь, но шел дождь. Сегодня мы тут с раннего утра, так что уже в третий раз пытаемся приобщиться к японской культуре. По традиции в эти дни принято устраивать пикники, ведь цветение сакуры символизирует приход весны, а в школах и университетах именно с этого момента начинается новый учебный год. Белые и нежно-розовые цветы также символизируют очищение и обновление. Это время успешных начинаний и новых надежд. Доброе утро всем, кто только присоединился. Это программа «Кайрлэтан». Самое время представить вам нашу утреннюю гостью. Это талантливая казахстанская певица Гульхан Сергибаева. Гульхан, здравствуйте. Доброе утро. Гульхан, вы прекрасно выглядите. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Так очень приятно вас видеть. Расскажите, почему вы выбрали этот творческий путь? Как вы стали певицей? Я стала певицей, потому что, конечно, в первую очередь это судьба. А во-вторых, я думаю, что у меня отец музыкант, композитор Сатбалта Сергибаев. И дома все равно я с детства пела. И, конечно, выбрала этот путь. По собственному желанию. По наставлению отца. Я очень рада. А мы как рады, что вы у нас есть. Спасибо. И сейчас вы абсолютно не жалеете, что занялись певицейской карьерой? Нет. Я очень рада. Еще рада к тому, что бывает так, что человек очень талантлив, умеет петь, но родители не позволяют им выбрать эту профессию. Я вот благодаря вашей программе хочу благодарить своих родителей, то, что они мне позволили заниматься именно тем делом, чем я хочу заняться. А какие были плюсы и минусы? Что все-таки склонило вас к тому, чтобы заняться певицейской карьерой? Плюсы были в том, что все равно в первую очередь в семье, в окружении, что-то такое поешься, тебя узнают, скажем так. А минус был в том, что очень много ограничений. Ты всегда должна быть такая самая-самая. Не только это в плане, как ты выглядишь, да? Еще ты должна быть очень такая грамотная, и характер должен быть как бы соответственно. Почему? Потому что все равно... Вот есть же слово, народ воспитывает людей искусства. Я с этим полностью согласна. Почему? Потому что даже дети, когда смотрят в зеркало... А, в зеркало, говорю, в телевизор, да? Я, например, сама, когда была маленькая, я очень любила слушать Махпалов, жену своего народного артиста, Нагима Искалиева, Розы Рымбаева. Мне нравилось не только, как они поют, да? Как они ведут себя. Мне еще нравилось, как они выглядят, как они разговаривают. И я считаю, что люди искусства всегда должны соответствовать своей профессии. То есть эти люди были для вас примером, наверное? Не только на сцене, но и в жизни. Денишев, Бибу Гультулигенова, Роза Багланова, Мадина Яралиева, Мархом. Гульхан, вы являетесь ученицей Нагимы Искалиевой, народной артистки Казахстана. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к такому творческому союзу? Да, она народная артистка, сейчас уже профессор. Настоящий профессионал своего дела. Да, профессор Академии искусства. Я когда закончила музыкальное училище, год работала в Казаларде, в областной филармонии. Потом нужно было уже продолжить. Я приехала в Алмату, поступила в Академию искусства имени Темребека Жургенова, эстрадный факультет, эстрадный вокал. И там у нас был завкафедрой Лаки Константинович Кисоглу, народный артист. Я хотела к нему, потом он мне говорит, Гульхан, у меня, говорит, студенты уже полны, но Нагима Искалиева, ты знаешь такую певицу? Я такая, да, конечно, знаю. Вот она моя студентка, вот я тебя, говорит, к ней записала. Я поначалу боялась, потому что всё равно она мне оказалась такая строгая, властная. Потом уже, когда мы познакомились близко, я поняла, что она очень такая остроумная, великолепная женщина. Не только певица. Что самое главное для себя вы вот именно подчеркнули от союза с Нагимой Искалиевой? Творческого союза. Творческого союза, да. Главное, что я хочу сказать, я всегда сейчас, когда уже выступаем, бывает на одном концерте, я всегда говорю, Нагима Хабдовна, вам огромное спасибо за то, что она меня научила быть свободной. Потому что я когда всё равно, это маленький город, так, Заларда. У меня дома родители, ну у нас вообще династия педагогов, сами понимаете, очень много чего нельзя, чего можно, вот этих ограничений. Я когда пела, я всегда такая, всё равно, как бы, зажатая, зажатая, чувствовала себя. Потом один раз, когда мы уже должны были сдать, через три месяца, кажется, за юмьезами, Нагима Хабдовна говорит, Гульхан, прекращай уже, у тебя всё хорошо. Нужно выходить на сцену, как будто бы ты сейчас последний раз поёшь, свободно, пой для себя. И вот это я всегда, до сих пор, когда я выхожу на сцену, я стараюсь вот это всегда помнить. То есть ещё как и психолог, получается, да? Да, да. Отличный совет, да, я тебе скажу. А насколько вот Нагима всё-таки, Хабдовна, требовательный педагог? Она очень требовательный педагог. Ещё она умеет требовать, она не ругает, она может шутя что-то сказать, но вот эту шутку ты будешь помнить очень долго. То есть так в самое яблочко, можно сказать, попадает. Да, интересно. Знает, как нужно сказать, чтобы студент сделал, да, но при этом не обозлился. Понятно. Но, Гульхан, мы можем вас попросить что-то сейчас Акапелли нам, может быть, исполнить, сделать такой музыкальный подарок для зрителей телеканала «Болем Жанем Одиней». Разбудить наших зрителей. Песня, так как мы с вами здесь две девочки, так я вербала спою. Спасибо. Очень приятно. Какой у тебя удачный день сегодня. Да. Талдан таях жаспала Айтаян байды Бала бір күттілікіден Айян байды ұгайай, ән салшы бір балай. Күлхан, на этой позитивной ноте мы сейчас ненадолго прервемся, но обязательно вернемся к нашей беседе. А сейчас, дорогие друзья, давайте узнаем, что смотреть на любимом канале в ближайшее время. Рубрика «Болем Жене Мадиньет» представляет. Не переключайтесь. Во вторник в телевизионном проекте «Научная нефантастика» все обустройство для людей с ограниченными возможностями, которые облегчают жизнь. В наши дни современные приспособления дают свободу действий. Но так было не всегда. У ученых до сих пор нет четкого ответа на вопрос, кто же первый изобрел инвалидную коляску. Один из известных существующих ныне рисунков стула на колесах пришел к нам из Китая. Датирован шестым веком нашей эры. Следующее историческое свидетельство о развитии инвалидной коляски датируется 1595 годом. Для короля Филиппа II была специально изготовлена инвалидная коляска повышенной комфортности. У кресла регулировалась спинка, а также были пристроены упоры для ног. Авторы фильма расскажут историю развития всех приспособлений, необходимых для людей с ограниченными возможностями. О героизме казахстанских защитников Сталинграда смотрите в телевизионном проекте «Первый». В Сталинградской битве участвовали десятки тысяч казахов, среди которых герои Советского Союза Нуркен Абдиров и изгуты Айтыков. Летчик-штурмовик Нуркен Абдиров провел на Сталинградском фронте всего 52 дня. За это время он уничтожил 12 танков и 28 автомашин. Когда Нуркен прибыл в нашу часть, это для меня было большое событие, так как он являлся земляком казахстанцем. 16 боевых вылетов я с Нуркеном сделал и всегда чувствовал друга и надежи, что никогда не бросил. Во время 17-го вылета самолет Абдирова получил прямое попадание в мотор и загорелся. Понимая, что шансов дотянуть до своих нет, Абдиров направил горящую машину в колонну вражеских танков. Пехотинец изгуты Айтыков уничтожил 50 гитлеровцев и доставил в часть 22 языка. Он оказался в числе разведчиков и постоянно находился на переднем крае. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшине изгуты Айтыкова присвоено звание Героя Советского Союза. Но герой не успел получить высокую награду. В день, когда был подписан указ 22 июля 1944 года, он был тяжело ранен, а 25 июля герой скончался в госпитале. Герои Советского Союза, защитники Сталинграда, Нуркен Абдиров и изгуты Айтыков в программе «Первые». Смотрите во вторник вечером. Наверное, каждый слышал о профессии кузнеца и даже пользовался его услугами. Но совсем немногие задумываются о том, что должен знать и уметь кузнец. А главное, как можно обучиться кузнечному делу. Если раньше кузнецы ковали мечи и доспехи, то чем же сегодня занимаются мастера? Николай, приветствую. Здорово. Я хочу стать кузнецом. Уверен? Ну, вроде да. Но можно попробовать. Иди переодевайся. Все, договорились. Там. Оказывается, кузнец в профессии очень редкая, а потому востребованная. Спрос на кузнецов велик. Как найти свое призвание? Кем стать в этой жизни, чтобы ходить на работу? В этом вам поможет программа «Мое призвание». Смотрите в среду вечером. Задание я выполнил. Жду следующих поручений. Смотрите «Мое призвание» и помните, на все есть свои специалисты. Друзья, вы смотрите программу «Кайрлы Тан». С вами Азамат Ашимов и Анар Рзаева. А у нас в гостях талантливая казахстанская певица Гульхан Сергебаева. Гульхан, до ухода на сюжет вы нам исполнили просто потрясающую народную композицию. Мы, на самом деле, с Азаматом знаем, что народные песни – это как бы ваша фишка. Правильно? Конек. Конек. Да, у нас, у меня в репертуаре, я еще работаю с моим другом, мы с ним учились в Академии искусства в одной группе, да, у Летом Балатпаевым. У нас в репертуаре есть народные песни, они занимают особую роль. И в связи с этим в 2010 году я поступила в магистратуру нашего Академии искусства. И у меня была тема, магистрская работа, тема «Традиционные народные песни в репертуаре эстрадных певцов». Поэтому для меня это очень много значит, народные песни. Во-первых, они очень мелодичные, там текст очень такой смысловой. Но на самом деле, вот, я с вами не могу не согласиться, Гульхан, то есть это такое-то целое достояние, это история, это наш фольклор. Есть у вас любимая композиция народная? Любимых композиций очень много. Могу даже сказать, что все народные песни, они своеобразные, да. Гульхан, мы знаем, что вы достаточно активны в социальных сетях. И вот, честно, мое личное восприятие, что наблюдать за вашими постами очень интересно. То есть вы говорите о правильном питании, о том, что важно читать книги, о том, как ухаживать за собой, там прически разные делать. Скажите, вы на самом деле так разборчиво, то есть подбираете информацию, которую публикуете, или это то, что вам действительно нравится? На самом деле, я хочу сказать, что я очень неактивна в социальных сетях. Но, конечно, я больше стараюсь пропагандировать именно правильное питание, потому что говорят, что в здоровом теле здоровый дух. Поэтому обязательно нужно... Вот когда мне начинают задавать вопрос, вы держите диету? Я говорю, нет, я диету не держу и не держала. Я просто правильно питаюсь. Поэтому всем советую правильно питаться. А вот я видел, допустим, публикации рецептов разных всевозможных блюд. Да, вы не могли бы поделиться? Вашим любимым рецептом. Вы готовите? Я, конечно, готовлю. Вообще, я считаю, что любая хозяйка умеет и готовит вкусно, но чтобы это было вкусно и полезно, может, не каждый. А для этого нужно знать особенности продукта. Витамины, фармодинамику. Хотя бы иметь знания. Почему? Потому что еда должна не только удовольствие дать для организма, она еще должна давать бодрость, энергетику. Поэтому я стараюсь делиться, скажем так, знаниями проверенными. Если я что-то сама приготовлю, если она мне нравится, и я начинаю дальше готовить в свой рацион, скажем так, питание. И этим очень люблю делиться. И, кстати, получаю благодарность. Кульха, ну мы немного решили все-таки узнать о вас больше, а время эфирное ограничено, поэтому предлагаем сейчас Блиц-опрос. То есть мы вам задаем несколько вопросов подряд, а вы на них быстро как-то отвечаете. Готовы мы, да? Ага. Ты тоже готов? Да. Итак, Гульхан, любимая песня в исполнении Нагимы Искалиевой? Любимая песня в исполнении Нагимы Искалиевой? Песня такая из Син. Такая лирическая песня. На нее снять очень красивый клип. Я эту песню обожаю. Ага. Кем вы мечтали стать в детстве? Я мечтала стать певицей, но я думала, что я буду педагогом. Так как у меня, опять же повторюсь, мама, отец, все педагоги. А так я мечтала быть певицей. Ваш образец для подражания, кумир. Вы как бы назвали уже наших отечественных звезд? Может быть, еще кто-то был? Конечно, первый пример для подражания – это моя мама. Гульхан, ваша жизненная креда? Можно я на казахском скажу? Конечно. Тарине? Если наш прекрасный поэт, философ Абай Кунамбаев, «Сенбе жұртқа, тұрсада қанша мақтап, ауэритеді ішіне қолықсақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап». Опа! Интересно. Переводи. В общем, всегда нужно надейся на других, но верь только в себя. Надейся на себя. Люби, да, люби трудиться, как бы, да. И всегда твой труд и твои знания всегда тебе поможут. Очень правильно. Теперь интересный такой вопрос. Абсолютное счастье – это? Быть здоровым. Согласна. Гульхан, поделитесь, пожалуйста, творческими планами на ближайшее время. В этом году, буквально неделю назад, мы записали новую композицию. Песня называется «Саганыш Дима». Ну, Дима – это дыхание, это как переводить «Саганыш» – это скука, да? Это романтичная, очень красивая песня. Слова «Моя землячка», певица, поэтесса, Индера Елюбаева, а музыка композитора Паша Ли. И мы очень надеемся, что вот эта песня станет самой любимой песней наших слушателей. Ну, уже стало. Уже двоих слушателей уже стало. Спасибо. Мы очень ждем, очень ждем выхода клипа. Ну и напоследок, ваши утренние пожелания зрителям телеканала «Болем Жанем Адиниет». Я хочу пожелать самое главное – здоровья и удачи во всем. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо за то, что нашли время, пришли к нам в гости, сделали такой замечательный музыкальный подарок. Ну и творческих вам успехов. Вам спасибо за приглашение. Вам тоже желаю успехов. Всем нам желают здоровья. Спасибо. Спасибо, Гульхан. Друзья, напоминаем, что гостей программы «Кайрлотан» была талантливая казахстанская певица. И просто красавица Гульхан Сергибаева. На сегодня все. Встретимся завтра в это же время в эфире телеканала «Болем Жанем Адиниет». Мы, Азамат Ашимов и Анар Рзаева, не прощаемся с вами, а говорим «до свидания». Удачного дня. И, Азамат Академия. И, Азамат Аяна,